ВЫШЛА КНИГА Вышла книга «В поисках темного логоса», которую я рассматриваю как сумму моих философских размышлений, начавшихся более 20 лет назад и прошедших целый ряд стадий. «В поисках темного логоса» — это итог мысли относительно теологии и разновидности теологической мысли, итог размышления относительно базовых проблем философии, и мысли о логосе как про отце любого философствования, любой интеллектуальной системы, о судьбе этого логоса, о его кризисе в современном мире, о его обоснованности на эксклюзивизм, исключительность, или наоборот, возможности поиска альтернативы ему где-то в других сферах, возможно существование наряду с главным логосом, или по крайней мере с тем логосом, который выдает себя за нечто единственное и абсолютное, безальтернативное, существование других логосов, может быть это или нет, является ли логос западноевропейской культуры единственным, или наряду существуют другие логосы, организованные иначе, и в конечном итоге может ли существовать философия хаоса, как она проявляется в мифе, как она проявляется в сфере рассудка, как она связана с эсхатологией, с философской эсхатологией, а также где место русской философии, и может ли существовать русский логос, все эти вопросы так или иначе я осмысляю в моей последней книге в поисках темного логоса. Чтобы никого не пугать, и даже излишне не интриговать, могу сказать, что темным этот логос называется совершенно условно. Темный я противопоставляю как светлому, то есть общепринятому, который в своей банальности и очевидности стерся сегодня до такой степени, что мы его просто не фиксируем как нечто отличное. Вот этот переиспользованный логос, растраченный логос, истёршийся, он действительно остаётся светлым, самоочевидным, совпадает с банальным сознанием, с рациональностью, либо с попытками преодолеть эти банальности. Но на самом деле и то, и другое уже более не фасцинирует нас. Поэтому кризис этого светлого логоса очевиден. Существует ещё то, что я называю чёрным логосом, логосом Кибелы, как его альтернативы. Этот логос явно нас пытается настичь, разрушая структуры рационального мышления, свойственные привычной нам цивилизации. И где-то между ними, между светлым логосом, доживающим свои последние деньки, и наступлением чёрного логоса, или просто абсолютного хаоса, между ними, именно между этими двумя полюсами, между этими двумя крайностями, я полагаю, тёмный логос. Не светлый и не чёрный, находящийся в промежутке. Пытаясь описать этот тёмный логос, я, наверное, закономерно прихожу к фигуре Диониса, и определяю этот тёмный логос как дионисийский логос, который, с одной стороны, родственен Аполлону, не случайно Дионис захоронен в Дельфах у подножия святилища Аполлона, а с другой стороны родственен и тёмной матери Кибеле, то есть чёрному логосу, материнскому логосу, ведь Кибела исцеляет Диониса от безумия по одной из версий мифа. И вот логос Диониса, который растянут между чистым мышлением и чистым безумием, вот что мне представляется наиболее интересным, и вот что я исследую в этой книге. Конечно, в подобного рода расследовании следов тёмного логоса я прохожу через различные религиозные, философские, мистические, богословские учения от Платона и платонизма, чему я уделяю большую часть, целый большой раздел, открытый платонизм в этой книге, до Мартина Хайдегера, Ницше, японской философии Китара Нисиды, через Шеллинга и Гегеля. Поэтому речь идёт о довольно разнообразном философском путешествии по разным эпохам, континентам, философским системам, богословским учениям, мистическим теориям, ну и современным представлениям о такой кризисной и посткризисной проблематике философии. К всему этому посвящена работа в поисках тёмного логоса. Меня могут спросить, особенно дотошные читатели, нашли ли вы его. Вот этот вопрос мне представляется осмысленным только в том случае, если люди удосужатся открыть эту книгу, прочитать её, постараются осмыслить, и тогда, нашёл ли я что, станет действительно осмысленным вопросом. Тогда я вам на этот вопрос и отвечу. Нашли ли вы его, кого его? Это будет понятно, после того, как вы познакомитесь с тем, кого именно я искал, или что именно я искал, и что можно и следует понимать, и нужно понимать под тёмным логосом. Субтитры создавал DimaTorzok